Егор Фанович, на днях подписан указ о внесении изменений в указ главы республики о кодексе этического поведения государственных служащих. С чем связана эта новация и в чем суть изменений? Ну, вы знаете, в республике мы такой кодекс принимали уже давно. И при этом, когда государственный служащий или государственный должность, занимающий человек, приступая к работе, он должен ознакомиться и выполнять эти требования. Но при этом мы сегодня все-таки видим, что ситуация в лучшей стороне резко не меняется. То есть отношение людей к государственным служащим, к чиновникам все равно остается достаточно напряженным понятием. И для того, чтобы в этом вопросе разобраться, мне приходилось много раз общаться и непосредственно с потребителями, которые получают государственные услуги или информацию от государственного органа власти. И непосредственно посмотреть, проявить работу государственных служащих. Например, когда я нынче летом разбирался по тем или иным вопросам, связанным с предоставлением услуг населению в городе Якутске, я познакомился с работой и федеральных органов власти, и региональных органов власти, и муниципальных органов власти. И при этом заметил и обнаружил то, что не только, что там лечь идет о нарушениях тех или иных сроков предоставления услуг, не только лечь идет о качественной работе, но в большинстве случаев были обнаружены факты, связанные недобросовестные отношения людей вне чиновников к простым людям, потребителям этих услуг, грубость или, скажем, определенные высокомерные отношения государственных служащих по отношению к простым людям. Это, конечно, недопустимо, а мы сегодня перед собой все-таки ставим задачи. Прежде всего, это лечь идет о предотвращении коррупции, или это лечь идет о достоинстве, сохранении и уважении, достоинства человека. Человек сам по себе и то, что связано с свободой и правом граждан, это все-таки самые сегодняшние, в нашем понимании, самые высокие ценности. Их надо уважать. Поэтому все это толкнуло к тому, что нам необходимо продолжать работу по поднятию престижа государственной службы. Это толкнуло к тому, что надо повышать ответственность государственных служащих и государственных должностей. Это толкнуло к тому, что нам необходимо при этом искать более эффективные меры, именно чтобы ответственность повышалась. Я тогда дал поручение правительству республики, администрации своей о том, чтобы подготовили соответствующее решение, связанное с повышением непосредственно ответственности наших чиновников. И предложил, как это сделать. Вот это поручение исполнено. Они подготовили проект угаза главы республики о том, что каждый государственный служащий, который поступает к исполнению своих обязанностей, он должен письменно подписать для себя обязательство, что он не будет грубить, он не будет, скажем, причинять боль людям, или он будет, скажем, придерживаться тех требований, которые предъявляются государственным служащим по отношению к простым людям, и, соответственно, он за это несет ответственность и расписывается. Тогда в этом случае, когда обнаруживается или с точки зрения обращений граждан, которые обращаются с замечаниями, предложениями или жалобами, или какие-то факты подтверждаются, то мы автоматически на основе этого документа можем принимать меры воздействия, меры взыскания плодового мнения. Я думаю, что этот момент даст все-таки возможность риска получить ответственность государственным чиновникам. Егор Францович, на самом деле это один из первых вообще в России таких случаев, когда действительно буквально именно на уровне предписания регламентируются этические моменты, потому что действительно для многих граждан бюрократия, волокита, они являются синонимом работы госслужащих. И, по сути, действительно Якутия предпринимает такую попытку изменить эту ситуацию именно на уровне документов. Насколько вы думаете, все-таки можно заставить человека, госслужащего, сделать это путем такого, скажем так, нажима? Ну, я думаю, с учетом того опыта, который я приобрел за последние годы, те или иные механизмы, которые я внедряю в области антикоррупционной деятельности, в области повышения ответственности чиновников, они все-таки достигают цели, и я это вижу, я это наблюдаю. Поэтому такие меры все-таки сегодня, насколько возможно, вернуть доверие людей к органам власти, и на муниципальном уровне, и на государственном уровне, ну вот я просто назову такие факты. Во-первых, я, когда вступил в должность президента республики, провозгласил политику трезвого образа жизни, и первое требование поставил я перед чиновниками, перед служащими, перед государственными должностями, и сегодня вы в республике не будете наблюдать того массового, скажем, явления, которое было 5-6 лет назад по отношению к пьянству со стороны чиновников. Такого вы сегодня не увидите. Или мы по антикоррупционной деятельности ввели ряд механизмов, в частности, сегодня мы полнокровно уже контролируем всех государственных служащих по отношению к исполнению законов по антикоррупционной деятельности, связанных с незаконными доходами. И у меня работает очень эффективно структура по антикоррупционной деятельности, независимо от других органов власти республики. И они сегодня приводят очень много таких фактов, где нарушения появляются, и мы сразу принимаем меры. Конечно, это относится, прежде всего, к тех кадрам, которые назначаются моим указом. Это имеется в виду министров, зампредов правительства, руководителей государственных учреждений. И, соответственно, в последние годы мы в этом плане тоже навели очень большой порядок. Очень много чиновников в первых годах были подвержены к административному воздействию, были приняты много решений по объявлению выговоров, были факты увольнения с работы. Но это тоже приводит к порядку. Я думаю, что те меры, которые мы сегодня предусмотрели, тоже достаточно эффективно будут воздействовать на сознание, на действия чиновников республики. Горгий Владимирович, я думаю, что одна из действенных мер, это все-таки Ваши внезапные проверки исполнения, контроля исполнения. Это такой метод работы, который необходим для того, чтобы собственные решения контролировать, собственные решения все-таки реализовать. В этом плане, я думаю, недостатков с моей стороны не будет. Я думаю, они будут продолжены, правильно? Конечно. Продолжение следует...